Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Друзья, приветствую всех с Петербурга, с парка, здесь на Черной речке, на берегах Черной речки, где была дуэль знаменитая, одна из самых известных вообще дуэлей истории российской. Пушкин и Дантес стрелялись здесь. И сейчас это небольшой совершенно такой по территории, по площади парк. Новостройки прям уже вплотную подошли к этому месту, но, слава Богу, парк не снесли его, пусть в таком минимальном варианте, но его оставили, вот, как память именно о великом поэте. Вот, и здесь, на берегах Невы, Ижоры, Черной речке, здесь, в Петербурге, в северной столице, молюсь в эти дни о духовном пробуждении православия. Сегодня 13 октября, и канун праздника Покрова. По великому недоразумению и такому многовековому заблуждению историческому, к сожалению, в традиционном православии, еще не реформированном, традиционалистском таком, в котором я как-то начинал тоже свое служение православное уже больше 30 лет тому назад. Сейчас я являюсь реформатором, евангелистом, православный реформатор, обновленец, обновленческий священнослужитель, архиереи православной обновленческой. Но тогда, первых почти 10 лет своего служения в православии традиционном я служил, да, в русской православной церкви Московского Патриархата. К сожалению, да, вот в такой традиционалистской, канонической православной церкви. Вот, сейчас являюсь по милости Господней в такой же живой, нормальной, неканонической православной церкви, православной обновленческой, реформаторской. Вот, и праздник покрова для нас, для меня лично, это покров Божий. Не покров Матери Иисуса Христа, которую называют в традиционном православии Богородицей, Царицей Небесной и прочие, прочие, прочие. Такие совершенно несвойственные ей, неприсущие термины, всякие титулы. Знаете ли, взятые, это плагиат религиозные, собственно, взятые с языческих, оккультных традиций, верований разных дохристианских религий, оккультных, бесовских верований. К сожалению, к великому прискорбию. Но, по милости Господней, происходит сейчас процесс реформации, обновления. Да и в этом, кстати, в этом октябре, каждый октябрь мы об этом говорим, вспоминаем так или иначе, потому что 501 год тому назад, 31 октября 1517-го, начался такой период истории церкви новой эпохи. Эпоха, началась целая эпоха Великой Реформации, завершилась эпоха Великой Деформации, деградации мирового христианства и началась эпоха Великой Реформации, то есть восстановление церкви, покаяние, исправление церкви Божьей. Слава Богу! Так что, да, 501 год, уже больше 500 лет продолжается, больше 500 лет продолжается вот эта эпоха Великой Реформации, обновление церкви. То есть, действительно, покаяние, исправление, потому что есть деформация, деградация, а есть реформация, то есть покаяние, исправление, восстановление. Да, слава Богу, по милости Господней, и не только отдельные ветви христианства реформируются, обновляются в эти столетия, но и восточная православная церковь также. Разные направления восточной церкви православной, и канонические, и неканонические, разные, переживают так или иначе обновление старого обряда, нового обряда, новых традиций, старых традиций. Пусть Бог благословит нас в этом служении, в этом делании. Обращаюсь также к верующим разных конфессий, разных динаминаций. Если вы не православный христианин, а, допустим, католический христианин или протестантский христианин, не то важно. Самое главное, что христиане, самое главное, что христовы, потому что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И не важно, какой он там конфессий, динаминаций от себя относит, и какое служение занимает его время. Знаете ли, Иисус говорил, что кто не родится свыше, тот не увидит Царство Божье. И действительно, это величайшая истина о духовном возрождении, о духовном пробуждении народов. Слава Богу! И каждого из нас в отдельности. Вот так что, дамы и господа, вот так. Ну и завтра, 14 октября, планирую на утренней молитве как раз об этом говорить. Это очень важная тема и очень такая непростая тема, вот. Но, думаю, по милости Господней, на протяжении недели этой целой буду проводить утренние молитвы и вечерние трансляции. Мы эту тему будем вместе и промаливать, и молясь об освобождении миллионов душ от таких многовековых пут религиозного оккультизма, многобожия и делоподлонства. И будем молиться, и я буду молиться, продолжать о духовном возрождении, спасении, во-первых, священнослужителей. Потому что, чего греха таить, но подавляющее большинство нашего брата, православного священнослужителя, имея в виду, люди еще не возрожденные. Священнослужители, свыше не принявшие спасение от Господа, не пережившие спасение, не спасенные, хорошо говоря, люди, к сожалению, великому прискорбию. Но верю, верую в то, что ситуация кардинально изменится в ближайшее же время. По крайней мере, есть к этому уже некоторые такие предпосылки даже в мировом православии, я имею в виду. Слава Богу! Пусть Господь Бог благословит всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призовит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, из города Петербурга, с Черной речки, с парка, такого прекрасного осеннего парка. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам и благодать да умножатся. Аллилуйя. Слава Богу. Да, и хочу напомнить тоже, как по скриптум тоже, что молитвенно и финансово участвуйте, не забывайте участвовать в моем служении Господу. Если вы в Петербурге, в частности, или где-то в области здесь поблизости, то напишите мне на вайбере, ватсапе. Я сообщения читаю регулярно. По номеру, который указан внизу, под этими всеми видео, есть номера, украинские и российские номера, которые также обозначены как номера для пополнения счета, чтобы вы могли финансово участвовать в моем служении Господу. Вот, номер МТС там обозначен и номер Теледва. Вот, два оператора российских обозначены. Вот, а в Украине обозначены там номера Лайф, обозначен номер и Киевстар. Ну, и также номер карточки Сбербанка обозначен там мой, значит, и, значит, карточка недавно открытая одним из наших священнослужителей в Киеве, моим помощником, одним из моих помощников в Киеве. Вот, значит, это номер Примабанка. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Вот, и, конечно, приоритетно, самое важное, конечно, молитесь об этом служении, потому что, действительно, это очень важное служение, даже скажу, архиважное, потому что на кону судьбы души миллионов, миллионов душ. Вот, и я в молитве эти дни о духовном пробуждении народов, православных народов, вот, в частности, здесь в России, в Украине, в Белоруссии, в Грузии, Молдове, в других странах бывшего атеистического, этого безбожного Советского Союза и других стран мира. Пусть Бог благословит вас всех. Молимся о Греции, вот, колыбели православия, там, собственно, вот это смешание произошло языческой, эллингской философии, религиозности с христианством, вот, и, в общем-то, оторванным от библейской, еврейской традиции. Вот такая история. Ну, подробнее об этом я рассказываю в семинарах по истории христианства. Думаю, на этой неделе как раз тоже запишу некоторые вещи, вот, как раз разъясняющие подобные вот эти тенденции, будем так говорить. Да, слава Богу. Но было время, да, многовековая эпоха такая, великая деформация, деградация церкви, смешание с язычеством, оккультизмом, вот, всякие учения бесовские, к сожалению, проникли в тело Христово и метастазы, и многобожие, и оккультизма религиозного, и глопоклонства, они так или иначе по всему телу Христа распространены, по сей день, к сожалению, увы. Вот. И, наверное, очень такой яркой иллюстрацией является как раз вот праздник наступающий сегодня, да, в традиционном православии. Покров Пресвятой Богородицы называется. На самом-то деле покров лишь Божий над нами должен быть. Бог наш покров. Или и живущий под кровом Всевышнего, по сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Однажды вот я написал несколько стихотворений касательно покрова, Божьего покрова именно. Вот. И одно из них следующее. Праздник Божьего покрова станем брать и отмечать. Покровителя иного, кроме Бога, не сыскать. Он один ведь лишь нас знает, как ложимся и встаем. Своим духом утешает, когда вдруг мы устаем. Всемогущ наш Бог небесный, Он из праха создал нас. Любящий Отец чудесный, благодатью нас спас. Никакой святой на свете нас от смерти не спасет. Обратитесь, Божьи дети, к пастырю, что всех пасет. Матерь Господа Иисуса не защитница тебе. Нет на свете слаще вкуса, чем спасение в Господе. Бог покров свой простирает. Лишь на тех, кто в мире свят, отступников карает. Грешникам готов уж ад. Обратись, душа родная, в дом Отца скорее вернись. Бог готов, грехи прощая, отворить дорогу ввысь. Праздник Божьего покрова станем брать и отмечать. Покровители иного, кроме Бога, лучше Бога не сыскать. Аллилуйя.